Здравствуйте! На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы. И сегодня у нас вот такой вопрос. Кто для Бога человек с больной психикой? То есть кто для Бога душевно больной? Ну, я хотел бы начать вообще с шутки, что среди нас здоровых нет, а есть недообследованные. И действительно, по данным совершенно официальным, те или иные психические отклонения имеют до 25% населения нашего богоспасаемого Отечества и в других странах ситуация не сильно отличается. Наверное, имеется в виду в этом вопросе человек с серьезным повреждением психики. Но и здесь надо прямо сказать, что нигде в Священном Писании или в истории Церкви не проводится никакого различия между людьми душевно здоровыми, хотя, подчеркиваю, термин душевного здоровья достаточно условен оказывается. И даже ежегодно обновляемый международный перечень душевных болезней, он каждый год корректируется, какие-то заболевания оттуда исключаются и перестают считаться заболеваниями или отклонениями, какие-то вновь там появляются, возникают какие-то уточнения. Так вот, для Церкви и для Бога никаких различий между людьми условно здоровыми и больными нету. Милость Господа на всякую плоть. Это действительно очень важно, и Бог любит и милует людей. Более того, мы знаем, что апостол Павел в другом месте пишет по поводу избранничества, что Бог избрал не славных, не сильных, не знаменитых, но немощное мир и ничего незначащее мир избрал Господь, чтобы посрамить сильное, значащее. Это действительно очень важно, что чем слабее человек, чем он немощней, тем ближе Бог оказывается к нему, тем большую милость Господь готов такому человеку оказывать. И больше того, ведь с точки зрения даже недуховной, душевная болезнь не отличается принципиально от любого другого заболевания. У кого-то больная рука, у кого-то больная нога, у кого-то больной желудок или печень, у кого-то есть заболевания, например, кожи или опорно-двигательного аппарата, кто-то страдает от онкологии, а кто-то страдает от душевных расстройств, причем это может быть как какими-то врожденными серьезными заболеваниями, заболеваниями той или иной степени серьезности. Это может быть аутизм, это может быть ДЦП, это может быть синдром Дауна, так и приобретенными вновь, такие как абсцессивно-компульсивные расстройства, шизофрения, паранойя или еще что-нибудь такое. И Господь любит каждого такого человека и призывает нас с вами, христиан, с любовью, терпением и заботой относиться к подобному роду людям, точно так же, как мы должны помочь бабушке перейти через дорогу, поднести ей тяжелые сумки, помочь человеку на инвалидной коляске, преодолеть какое-то препятствие. И точно так же мы должны и к этим людям относиться как к возлюбленным чадам Божиим и помогая им, опекая им, их заботясь о них. Потому что Господь любит нас всех равно, заботится о каждом из нас. Более того, о таких людях Он заботится и оказывается ближе к ним. А нам Он говорит, что то, что вы сделали одному из братьев всех меньших, то вы сделали мне. То есть мы должны относиться к этим людям как к самому Господу.